Еще с Америкой ссорятся изобретатели из России. Они подали в суд на Google и утверждают, что компания взяла их идеи и без тени смущения выдала за свои собственные. Иска 2. Первый касается приема, который был доступен раньше в Google Maps. Помните, когда можно было пользователю посмотреть на любой объект сверху, то есть подняться над любой точкой на карте, чтобы оценить, как это выглядит сверху и более полную информацию об объекте получить. Двое россиян уверяют, что придумали именно они это и подтверждают документально, мол, еще в 2011 году предложили свою идею разработку Google. Возмущенные россияне обратились за помощью к американцам. Именно это, как считают разработчики, испугало IT-гиганта, и он новую функцию из своих карт убрал. Но это еще не все претензии. Тогда же, пять лет назад, наши соотечественники запатентовали еще одну идею. Придумали, как отправлять сообщения, если вы не знаете электронную почту адресата. Вот эту разработку также предложили они Google, но в ответ тишина. Зато через три года получают они уведомления. Как своим пользователям отправили Google всем следующее письмо. Мол, теперь вы можете использовать нашу новую функцию. Ту самую идею, которая родилась в главах изобретателей. Я в этот же день написал компании Google и здесь, в Москве, а также и туда отправил, в Америку письмо им, что, уважаемые господа, пожалуйста, вот у нас есть такое авторское право, вы тоже будьте любезны, сообщите нам, что вы создали его раньше нас. Ну, или, пожалуйста, используйте наши, купите права на использование этого авторского права. Тоже полностью проигнорировали наше предложение. Обидно, говорят изобретатели. Ну, вот что касается, например, функции с сообщениями, только на то, чтобы изложить на бумаге механизм, потребовалось 800 листов и 5 месяцев работы. А сколько еще они думали до этого? Россияне уверяют, что пытались корпорацию вразумить, решать вопросы до суда, но никаких доказательств, что их идеи не были уникальными, или денег за свои авторские права. Так они и не увидели. Русские мозги стали давно топливом для IT-гиганта. Работает там много наших программистов, да и сам основатель Сергей Брин. Он ведь москвич, урожденный плагиат у земляков, особенно неприятная вещь. При том, что доход за минувший год у компании составил 17 миллиардов долларов. Ну, уж на гонорар могли бы найти средства. Или просто мысли у гениев иногда сходятся. Как тут не вспомнить другую историю про американский плагиат? Как позаимствовали у нас они идею в кино на этот раз? Режиссер Михаил Расходников снял фильм «Марсианин», который один в один совпадает с одноименной картиной Редли Скотта. Ну, это та, где Мэтт Дэймон выращивает картошку на Красной планете. Расходников даже тогда требовал 50 миллионов рублей компенсации от Голливуда за кражу идеи. Но тщетно, как и в случае с Гуглом.